Помню как-то на редакционной летучке, я работал тогда в гостелерадио, это была первая в моей жизни работа. Комитет находился здесь, в этом здании, в Малом Путенковском переулке, а кинотеатра России тогда еще и не было, его только собирались строить. Прямо посередине заседания бежала наша сотрудница Ираида Андреевна и сказала, товарищи, потрясающая новость, я только что прошла в белом тассе, белый тасс предназначался сугубо для служебного пользования, Лолита вышла замуж. Он на 4 года моложе ее, сообщила с гордостью Ираида, но кто он, кто он, со всех сторон послышались вопросы. Он инженер звукозаписи, разочарованно сказала Ираида Андреевна, и ее можно было понять. Москва в эту новость не поверила. По столице пошли слухи, что Лолита Торрес вышла замуж за миллионера, но он оказался таким эгоистом, что запретил ей сниматься в кино, и теперь больше ни одного фильма с Лолитой мы больше не увидим. Добрый старинный обычай таков, паре влюбленной, пару платков. Вот мой платок, у кого есть такой, тот мой любимый и суженный мой. Шепчет мне лучший из наших парней. Даром тебе не отдам я платка, пусть драгоценной наградой моей будет улыбка твоя и рука. Вот мой платочек, я суженный твой, котус танцуешь ты только со мной. Грянула хота от моря до гор, счастьем сияет возлюбленный взор. Гребенка 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 Впервые я увидел Лолиту Торрес не на экране, а в жизни. В 1963 году она приехала на 3-й Московский международный кинофестиваль. Приехала по персональному приглашению Нины Петровны Хрущевой. Гребенка В редакции ежедневника «Спутник фестиваля» мне поручили написать репортаж о пребывании Лолиты Торрес в Москве. В частности, о ее встрече со школьниками. Обычная московская школа номер 20. Только почему-то в эту школу всегда привозят иностранных гостей. Ну, недавно здесь побывала королева Англии Елизавета. Лолита Торрес не английская королева, но ее принимали как королеву экрана. Да еще с ней была рядом Нина Петровна. Пропуска у нас проверяли трижды. Однажды один раз у ворот, второй раз у входа, а третий раз уже там внутри здания. Все было организовано блестяще. Лето, каникулы. Откуда взяли детей, остается только догадываться. Чудесные дети. Белые рубашечки, красные галстуки, торжественная встреча, барабаны, фанфары. У одной из школьниц случайно оказался день рождения. Дети поднесли Лолите и Нине Петровне по пирогу. А затем именинница, десятилетняя кроха, ученица четвертого класса, прошла к доске, встала в позу и с огромным чувством пропела. Нет, не надо ни руки, ни взгляда. Ну, любовную песню из возраста любви. Женщины прослезились. А затем в руках у Лолиты, непонятно каким образом, просто из воздуха, оказалась гитара. И она к все общей радости запела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok